Отношения власти с бизнесом в нашей стране всегда складывались непросто. В сложном механизме рыночной экономики с русской душой возникают такие споры, где предпринимателям очень тяжело доказать свою правоту. В условиях санкций дешевой нефти бизнес должен стать новым локомотивом экономики. Только набрать скорость ему мешают постоянные проверки и крышевание со стороны чиновников. Права предпринимателей отстаивает бизнес-омбудсмен Башкирии Рафаэль Гебадуллин. Шесть лет назад он признал, что отношения между властью и бизнесом строятся на устаревших понятиях. Что изменилось с тех пор? Основное здесь это вносить изменения в нормативно-правовые акты. Мы сегодня будем поднимать один из таких вопросов, он связан с муниципальным контролем. Нами внесены предложения в Государственную Думу. Сегодня нам пришел ответ, что эти предложения рассматриваются и будут учтены при подготовке нового закона о контрольно-надзорной деятельности. Чаще всего предприниматели жалуются на земельно-имущественные отношения. Вопросы у бизнесменов вызывает продление договоров аренды и оценка кадастровой стоимости недвижимости. Еще одна проблема – гражданские споры между предпринимателями часто переходят в уголовные дела. Один, имея какой-то ресурс связи соответствующий, обращается в отдел ОВД. И очень просто следователь района принимает решение о возбуждении уголовного дела. Как только возбуждено уголовное дело, вступают совершенно другие законы. То есть предприниматель рассматривается не как предприниматель, не как хозяйствующий субъект, он рассматривается как потенциальный преступник. Одна из самых громких инициатив Госдумы – легализация самозанятых. Теперь няни, уборщицы и репетиторы будут платить налог от 4 до 6 процентов. Пока нововведение действует в Москве и Подмосковье, Татарстане и Калужской области. Такая мера должна вывести из налоговой тени самозанятых граждан. По статистике где-то 20, ну, больше, меньше процентов трудоспособного населения занято нелегальным бизнесом. Но это ненормально. Наша самая главная задача не в том, чтобы не самоцель вывести самозанятых из нелегального поля, будем говорить, из теневой экономики. Самая главная задача – увеличение количества потенциальных предпринимателей, которые могут дальше развиваться. Для нас очень важно развитие. Мы сегодня наблюдаем тенденцию некоторой стагнации предпринимательства. Комбудсмену может обратиться любой предприниматель, который столкнулся с проблемами на своем нелегком бизнес-пути. Обращения принимаются как в письменной форме, так и через социальные сети. Андрей Шарыгин, Александр Кузнецов. Городской телеканал ЮТВ. Продолжение следует...